здравствуйте дорогие друзья при чем подводить итоги нашей недельной главы два слова вот о чем у кому будет возможность сегодня зажигите свечку сегодня юрца такого интересного человека как раби еханан тверский из рахмистровки чем это интересный человек это был восьмой сын равина из чернобыля его юрца тут и в этот день и захоронения рахмистровка пишут ротмистровка рахмистровка неважно сейчас расскажу коротко что это интересная история был некий землевладелец основной рот мистер офицер кавалерий и владения у него почти людей не было и он делает что-то как оживить экономику не был как всегда там приближенный один евреев но вы не слушай возьми кого-то от садика приведи поставил увидишь все изменится таким образом было построено для раби еханана двор бейт мигдаш так далее и расчет оправдался в считанные годы хасидская столица там было было несколько тысяч только евреев и десятки тысяч евреев приезжали в рахмистровку то есть расчет оказался верным он очень много заботился о людях очень много помогал им и вот он каждому человеку говорил знаете у него есть замечательное пожелание великое он сказал будь графом каждому он говорил и все спрашивали ну так смотрели на него он говорит будь графом граф это начальные буквы слов гизинт рейх и фрейлах то есть здоровье богатство и радость то есть так он со всеми прощался идем дальше подводим итог нашей недельной главы который рассказывается в первую очередь там такие вещи как болезнь царат о чем это вообще разговор давайте коротко коротко рассказываться рад это рассказ о том что все болезни имеют духовные корни все духовная проблема порождает физические проблемы известно когда в доме у хай цухофис файма кто-то заболевал он удалялся в отдельную комнату молился просил исцеления у творца причем молился своими своими словами там и это всегда приносило результат он еще делал что очень важная вещь с которой мы учимся он никогда кто-то не дай бог заболевал он покупал пуд хлеба и раздавал его бедным то есть он понимал главную вещь сразу надо искать вот там наверху договоренности здесь потом это не дай бог не к тому что мне надо идти к врачу там более того обязательно если не дай бог что то происходит надо бежать к врачу но надо правильно воспринимать происходящее какая наша первая реакция говорят мудрецы нужно взять таблетку или позвонить врачу или или это знак каташ который говорится нам что все надо менять надо исправлять свои поступки причем делать это срочно мы должны знать что у мира есть властитель и то что происходит это всегда его воля что с нами происходит хорошее плохое не дай бог это прежде всего указывать нам на то что нужно обратиться к самим себе своим душевным качествам к поступкам и начать изменяться а не автоматически принять таблетку и успокоиться вот головная боль прошла это все не так в главе вот этого это проказе пишут мудрецы содержится очень еще одно послание такое ничто в мире не происходит случайно не случайно возникает нарыв не случайно человек обжигается не случайно заболевание любое должно побудить человека или события дам к самоанализу к раскаянию вид заболевания это направление которое нужно искать людям раньше было проще у них вот это вот от сарата котором рассказывает он для что это было ведь который очевидно что здесь не медицине вообще разговор это заболевание было сигнальной системой свершившийся грех влёк за собой немедленный знак предупреждение с неба стоп остановись ты не туда идешь одумайся люди пораженные определенным видом вот этих кожных заболеваний они изолировались выздоровались не осмысливали что с ними происходит сейчас нам это не нужно ни времени места мы не с кем разговаривать стало небу почему ушло царапка тогда люди понимали сейчас ничего не понимают сейчас люди совсем другим заняты но тем не менее у нас есть возможности есть весна у нас нет больше такой прямой связи обратите внимание мы блуждаем в потемках мы плохо отличаем прямоту от клеветы честность от засловия сейчас знаете как подлости безжалости с успехом рядятся в белой одежде благочестия и наоборот я ничего не поймешь но читая эту главу торы мы должны как бы остановиться и задуматься сказали мудрецы если бы сейчас система обнаружения такая работала да как бы я выглядел если вот этот царат распространялся на людей которые там что много говорят про других или там что-то не так делать как бы я выглядел нельзя мириться с потерей сигнала вот сегодня его нету надо самим выходить на связь выходить на связь говорят мудрецы с богом с душой со своей вот той совестью и надо понимать в каком месте где я нахожусь помните вначале бог сказал нам где ты вот где ты надо у каждого должно звучать сейчас особенно перед шаббатом сейчас провести один шаббат и совершенно изменишь свое положение где ты координаты духовные поменяются хорошего шаббата брахава ацлаха всего самого самого лучшего